Этот вечер про доброту и милосердие, про умение объединяться для решения сложных задач и вместе заниматься творчеством. Спектакль «Добрая история» по-настоящему уникальный. В нем участвуют танцоры и певцы, велосипедисты-экстремалы и духовой оркестр, ну и, собственно, сами актеры. Репетиции начались еще летом, а последний месяц они вообще были очень активными. И, конечно, это огромный труд и родителей, и детей. И то, что они нам сегодня показали, то, что они нам подарили, часть своей доброты, любви, милосердия, мне кажется, мы стали все еще немножечко добрее, еще немножечко мягче. Наш сегодняшний концерт мы будем показывать как для детей, так и для взрослых и людей. Спектакль для того, чтобы помочь детям с заболеваниями и собрать сумму, чтобы им помочь. Мы учились связки, движения, много чего. Мы репетировали много. И мне понравилось. Но иногда я боялась, что меня наруга здесь, и я некоторые движения не смогла сделать. Но мне понравилось уже работать. Я уже давно выступаю на разных концертах и конкурсах, поэтому для меня было не впервой. Я была рада тому, что я помогаю таким детям, которые заболели такой сложной болезнью. Позвольте представиться, меня зовут Пара Граф. Поэтому садитесь! Итак, ваше имя. Дель, конечно, простая, не перекликается немножко. Хотя книжка из детства, и только начав работать в Искорке, я поняла, что это прям где-то там близко. Вот бюрократ, например, параграф. Иногда приходится очень много бумаг собрать, чтобы получить какое-то разрешение или еще что-то. Там рассказывается о том, что первоклассники, например, не выговаривают какую-то букву или забывают про нее. И она исчезает из их жизни. То есть, если Паша был, то он Па, Ксюша, Ксюа. В этой приключенческой драме много чего из реальной жизни. Главных героев и актеров, которые их играют, зовут одинаково. А образ доктора на сцене воплотила кандидат медицинских наук, детский гематолог Наталья Зуб. Мне позвонили из Искорки и сказали, Наталья Викторовна, а не хотите ли вы сняться в роли врача в таком спектакле? Ну, раздумывала меньше минуты. Сказала, конечно, да. Как бы мы стоим по ту сторону всей этой сцены, да, то есть их там страдания, переживания, да, вот во всем этом участном лечении. И, по сути, вот когда они уже здоровы, мы их увидим очень редко. И поэтому, придя сюда, очень приятно видеть веселых детей, у которых обычная жизнь, обычного ребенка. Это очень приятно и, в принципе, вдохновляет врача на дальнейшем разуме. Из зрительного зала не так просто разделить артистов на профессионалов и любителей. Уж слишком захватывающий сюжет истории и динамичная эмоциональная игра. А между тем, среди взрослых актеров есть и родители, бывших подопечных фонда «Искорка». Участвует почти вся моя семья. У нас только старший сын не участвует. И дети играют буквы, вот, и мы танцуем. С «Искоркой» мы знакомы, скажем так, 4 года, когда мы первый раз заболели. У меня дочь младшая болела. А когда нас позвали в спектакль, сначала думала, ну зачем, а потом думаю, все настолько сделано было «Искорка» и нам. Поэтому мы решили, что надо поучаствовать, поддержать «Искорку», потому что таких людей и такого благотворительного фонда я еще не видела. «Искорка» – наши большие друзья. И когда мы узнали о спектакле, мы решили, что это будет очень грандиозное событие. И с удовольствием приняли участие. Нам хотелось и на сцене поучаствовать, и добро принести. «Ну, мамочка, ну еще пять минуточек! Ну еще одну минуту! Ну еще полминуточки!» Мне все время говорят, что я перфекционист, а с детьми как бы невозможно что-то поставить идеального, вот мне все время говорят. Потому что я вот так до последнего тряслась. Вот такие я эмоции испытываю постоянно. Мне кажется, что если бы я там вышла и что-то быстренько сделала, все бы пошло получше, как-то зашевелилось. Ну, в общем, я умираю просто, умираю. И каждый раз я говорю «никогда в жизни, никогда в жизни» на такое количество актеров невозможно ставить спектакли. «Такое знаменательное событие для нашего города, и что я вижу деток, которые перенесли такое тяжелое заболевание, и сейчас их лица светятся, они на сцене». Зрители в восторге, артисты в приятной усталости. Одни получили бесценный творческий опыт, другие испытали яркие эмоции. Благодаря людям с большим сердцем удалось невозможное. Как результат, добрая история сделала этот мир лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова